Чтобы получить хороший урожай, недостаточно просто поливать растения и избавляться от сорняков. Важно грамотно рассадить их весной, чтобы виды правильно росли и развивались, цвели и вовремя давали плоды. Если этого не происходит, возможно, стоит пересмотреть схему посадки растений, некоторые культуры могут не дружить друг с другом. Рассказываем, какие виды лучше не размещать рядом. Помидоры и картофель. Эти растения считаются близкими родственниками, однако сажать их рядом не стоит. Причина проста, вредители, которые заинтересуются одним из видов, уничтожат за одной и второй. Например, колорадские жуки, которые любят картофель, не прочь полакомиться и листьями томаты. Поэтому лучше рассадить растения подальше, друг от друга. Питунии и помидоры. Иногда в теплицу высаживают не только овощи, но и холодостойкие цветы, например, питунии. Однако такое соседство не пойдет на пользу томатам, которые могут расти рядом. Дело в том, что на рассаде питунии часто бывает опасный для помидоров вирус, и его сложно визуально обнаружить. Он не наносит вред цветам, но для посленных будет губительным, так как такие болезни у томатов неизлечимы. Даже если вы еще не посадили помидоры, вирус может остаться в парнике и заразить овощи позже. Редька и капуста. Редька и капуста происходят из одного семейства, крестоцветных. Поэтому болезни и вредители могут атаковать их одновременно. Садоводы рекомендуют не сажать виды, очень близко друг к другу. А если нет выхода, то разместить между растениями грядку с другой культурой. Помидоры, баклажаны и болгарский перец. Помидоры, баклажаны и сладкий перец, тоже родственные культуры, они относятся к роду послен, поэтому для выращивания им нужны схожие условия. Однако растения не рекомендуют сажать в одной теплице, так как их одновременно могут атаковать одинаковые вирусы и вредители. И если выращивать эти виды в разных местах, шансы получить урожай станут намного выше. Кабачки и огурцы. Кабачки и огурцы часто сажают вместе, так как для них нужны одинаковые условия. Однако существует одна опасность, из-за которой садоводы рекомендуют рассадить культуры. На растения может напасть мучнистая роса, в таком случае будут поражены оба вида, а урожай потерян. Укроп и морковь. Для роста укропу и моркови нужны полезные питательные вещества, которые находятся в грунте. Если посадить эти культуры рядом, то они будут отбирать друг у друга ценные элементы. В результате хороший урожай будет только у одного растения, у того, что получило больше питательные вещества. Чтобы обе культуры хорошо развивались, стоит рассадить их подальше друг от друга. Груша и вишня. Вишню и грушу не рекомендуется сажать вместе, так как им от подобного соседства становится очень плохо. Корни деревьев переплетаются между собой и забирают друг у друга полезные вещества и воду. В результате урожай у растений становится намного хуже. Лук и горох. Сажать рядом эти культуры не рекомендуется, так как они обе будут негативно влиять друг на друга. Растения станут намного медленнее расти и принесут небольшой урожай. Также не стоит сажать горох рядом с чесноком и томатами, это тоже неблагоприятное сочетание. Капуста и виноград. Рядом с виноградом не стоит сажать другие растения, в таком случае ягоды будут намного слаще и насыщеннее. Особенно плохо эта культура растет вблизи белокочанной капусты. Постарайтесь избегать такого соседства, если нет возможности отсадить виноград в свободное место. Фасоль и чеснок. Размещение рядом бобовых культуры чеснока – не лучшая идея, так как такое соседство ведет к ухудшению урожая фасоли. На ней станет меньше завязей и соцветий, соответственно в итоге созреет меньше плодов. Спасибо за просмотр, и если вам было интересно, то поставь палец вверх и подпишись на канал. С нами будет интересно и полезно. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok